Сложился, естественно, хорошо. Я ничуть не расстроена своему второму месту. Для меня это определенная победа в своей карьере. Рада, потому что были хорошие моменты именно в боях. Тактическая работа была определенная, подготовка была хорошая перед соревнованиями. Я не ожидала, что я попаду в тройку, но я попала. И это классно. В прошлом году Загунис тебя остановила на чемпионате мира в Казани. В этом году все наоборот. Ты нашла против нее какое-то противодействие против нее? Сегодня были мои друзья здесь. Были моя мамочка, моя любимая бабушка. Максимка, мой малыш. Ну, он не мой. Здесь были люди, которые меня поддерживали, и вот эта энергия зала мне очень сильно помогла. Очень было страшно фехтовать, потому что когда ты постоянно проигрываешь, проигрываешь, причем проигрываешь таким счетом, как 13, 12, 14, естественно, ты уже выходишь, думаешь, ну вот, опять она, сейчас опять проиграешь. А тут, когда за тебя все болеют, в тебя все верят, у тебя есть поддержка, ты уже и сам думаешь, ну, может быть, я и могу. И тут, видите, как все хорошо сложилось, я выиграла. Как ты себя все чувствуешь? Ты сейчас на пике формы? А, нет, наверное, нет. Я же не первая, здесь не на пике. Можно ждать лучших результатов еще на Европе, да? Я надеюсь, я очень сильно на это надеюсь, что та работа, которая была проведена на сборе, подготовки московской сабли. Завтра я уже тоже в 4 часа иду на тренировку, буду работать для того, чтобы так же удачно выступить на Европе. А как готовились у нас были? Можешь, пару комментариев. Готовились с многими странами, которые приехали к нам на круглое озеро. Япония, Китай, Венесуэла, Греция, Панама. Очень много стран приехало, у нас было очень много людей, был хороший спарринг, естественно, который сыграл большую роль для того, чтобы хорошо выступить. То есть тебе больше понравится готовиться с соперницами из разных стран, чем внутри своего коллектива, да? Ну, естественно, конечно, когда ты каждый божий день фехтуешься с одними и теми людьми, ну, понятное дело, что тяжело расти, скажем так, всем, всем нам. А когда появляются другие люди со своими правилами, со своей тактикой, то есть это уже борьба у кого, кто кого обманет. Естественно, это поднимает уровень любого спортсмена. Собственно, поэтому я организовываю такие сборы, куда приезжает много стран тренироваться. Как основной фехтовальщик команды нашей, как складывается сезон для сборной? Ну, знаете, к сожалению, последние двое соревнований мы не смогли попасть в тройку, но, скажем так, это же еще не Олимпиада. Поэтому лучше в начале проигрывать и в конце выиграть, чем наоборот. Есть уже мысли у Теннис-хаштаба, как исправить ситуацию? Естественно, у нас есть небольшая проблема в том, что у нас очень часто меняется команда. Кто-то приходит, кто-то уходит, и я в том числе, меня не было, я появилась. Естественно, мы сейчас ищем хорошую команду для того, чтобы выступить на Олимпиаде. И мы должны друг друга чувствовать. Сейчас, к сожалению, этого пока нет. Где-то психологические какие-то ошибки у нас, потому что мы не слабже других. Но почему-то нам вот всегда чего-то не хватает. Мы часто ведем, потом проигрываем. Мы часто проигрываем, потом начинаем догонять, и в какой-то последний момент нам вот чего-то не хватает. Ничего, у нас есть время пока работать над этим. С завтрашнего дня уже опять начнем. Спасибо большое, еще раз поздравляюте. Спасибо. Спасибо.